В прошлый раз мы с вами беседовали о грехопадении и рассматривали некоторые концепции грехопадения, православную, протестантскую и католическую. Сегодня я всех вас приглашаю в рай. Сегодня мы с вами будем разговаривать о тех событиях, которые произошли в раю, то есть о грехопадении в том начальном варианте. И прежде чем начать этот разговор, прежде чем начать читать Священное Писание, я хотел бы обратить внимание на некоторые вопросы, которые являются достаточно злободневными и всегда как бы у всех на слуху, что это за вопросы. Прежде всего, зачем Бог создал человека, зная, что он падет. Правда, встречается же такой вопрос у всех. Почему Господь не запретил дьяволу, никаким-то образом не помешал грехопадению человека? Правда? Такие вопросы тоже, наверное, всегда встречаются. Было ли зло в раю? И каким образом, собственно, дьявол попал в рай? Встречаются такие вопросы? Встречаются. Давайте начнем с самого начала. Почему Господь создал человека, зная, что человек падет? Ответ как бы однозначный. А может быть, из вас кто-нибудь мне скажет, может, уже знает ответ? Есть какие-то предполагания? Потому что любил, совершенно верно. По преизбытку своей благости и любви Господь не нуждался в творении человека, но создал человека по преизбытку своей любви. Что это значит? Мне очень нравится пример, который приводит отец Вадим Леонов. Он говорит, что что значит преизбыток любви? Он приводит в пример свадьбы. Вот когда молодые женятся, венчаются, потом созывают гостей. Для чего? Ну, нашим грешному му можно было бы сразу сказать, для того, чтобы подарки принесли. На самом деле он приводит пример, как бы вот, ну, кавказские в том числе, да, народности. По преизбытку любви. То есть они хотят поделиться своей радостью. Своей радостью для того, чтобы вот окружающие тоже ее ощутили. Так же поступало Господь. По преизбытку любви он создал человека, хотя не нуждался в этом творении. Он знал, что человек падет. Безусловно, знал. Но мы же тоже любим своих детей, да, несмотря на то, что они не всегда идеальны. Правда? Мы как бы все, наверное, желали бы им какого-то царского венца, да, когда ребенок рождается, все его любят, холят, лелеют, пророчит ему великое будущее, но потом в какой-то момент становится ясно, что будущее это так вожделенное родителями, оно как бы становится для этого ребенка недоступным, да, то есть он каким-то образом не достигает его. Хотя родителями и предназначен для определенных, как бы, целей, которые бы эти родители желали своему ребенку. Правда? Так и Господь создает также человека. Он знает, что человек падет, но никаким образом не, собственно говоря, не препятствует этому падению. И вот, как вы думаете, а почему? Как вам кажется, вообще, вот события, которые происходят в раю, они имеют какую-то аналогию в нашей жизни? Право выбора. Право выбора, да. Учится. Вот ключевое слово «учится». Учится. Можно ли познать, что кто не знает зло? Интересный вопрос, да. Но здесь же, как бы, зло, надо понимать, что такое зло. Вот об этом мы будем говорить на следующей, как бы, лекции. Это философский вопрос. Можно ли познать добро, не зная зла? Но здесь был конкретный вопрос. Нужно было, для чего предназначен человек? Для обожения. Да? Каким образом человек должен был достигать обожения? Как вы думаете? Вот Священное Писание говорит, что человек создан совершенным. Священное Писание говорит, что всякое творение хорошо весьма. Совершенным. Тогда если он совершенный, для чего? Что он должен делать в раю? Он вроде как уже все, совершенный. Почему сразу бы, почему сразу не произошло это обожение? Он совершенный уже, но обожения как такового еще нет. Ему нужно в чем-то возрастать. Возрастать. А в чем и как ему должно происходить это возрастание? Как вы думаете? Я, кстати, говорил вам на одной из наших встреч, что такое возрастание и что такое совершенство в нашем понимании. Вспоминайте. Вспоминайте. На первой или на второй тоже. Вы понимаете, что правда, Бог – это сверх совершенство. Да, Бог – это абсолютное совершенство. А человек, чем отличается наше совершенство от его совершенства? Мы созданы совершенным творением. Совершенным. У нас нет изъянов. Так вот, каким же образом совершенный должен еще и возрастать? Переходим на следующую ступеньку. Ступеньку, правильно. Переходим. А какая это ступенька? Дело в том, что наше с вами совершенство, оно как бы периодично. Я вам помните, я приводил пример о том, что ребенок пошел сначала в садик, и там он должен достигнуть какого-то совершенства на этом этапе. Потом он идет в школу, и там должен достигнуть тоже какого-то совершенства. А потом он идет в университет, в университете он тоже достигает, ну или призван достигнуть какого-то совершенства. И в результате у него есть какая-то конечная цель – закончить университет, стать совершенным, образованным человеком и пойти работать. И там, возможно, еще совершенствоваться. Вот и человек был создан для того, чтобы возрастать. Отцы говорят – от силы в силу. Возрастать от силы в силу. Потому что многие как бы говорят – ну а чего? Он мог бы просто славить Бога, правда? А что такое славить Бога? Он просто должен был… Заповедей. Ну тогда еще как бы и заповедей-то не было. Молиться. А что такое молитва? Молиться, беседовать, разговаривать. Прежде всего, это некий процесс. И этот процесс все равно так или иначе подразумевает некое действие и некое возрастание, правда? То есть сама даже по себе молитва, мы знаем по себе, да? Что она не бывает одинаковой. Что сегодня и завтра мы будем с вами молиться по-разному. Да? Что мы будем возрастать в молитве. Ну, по крайней мере, нам очень хочется возрастать в молитве. Так, что же за события там произошли? Уже вроде как все разобрали. И школу привели. Да? И университет. Так вам кажется… Учиться надо учиться. Ну, учиться – это понятно. Да, как дедушка Ленин нам заповедовал. Это мы делаем. На что похоже вот это вот события, которые были в раю? Что бывает в школе? Что бывает в университете? Экзамен бывает. Экзамен. Совершенно верно. Экзамен. Вот здесь еще один вопрос. А есть педагоги вообще в классе? Педагоги есть? Есть. Есть педагоги, да? Вот скажите, педагоги, а нужен вам вообще этот экзамен? Конечно, проверить, да. Проверить. А вы не знаете, что знают ваши дети? Не знаю. Нет? Мне кажется, что любой педагог, он уже знает, на какую оценку его дети будут отвечать. Ну, его ученики или студенты, неважно, правда? Он знает, что… Вот Петенька, он готовится к своим занятиям, да? Он всегда делает домашнюю работу, всегда читает, он всегда подготовлен, он, в общем-то, знает то, что ему необходимо знать. И это мы знаем в процессе обучения, правда? Мы заранее знаем, ну, как педагоги, да, что, ну, примерно, сейчас десятибальная, да, вот эта вот система, она чуть-чуть может быть сложнее, чем пятибальная, но в пятибальной системе, да, всегда было понятно, что, ну, вот он знает, и на пятерку он точно ответит, да? А вот Вовочка, он не готовится, да, не делает домашнее задание, не читает, ничего не знает, и он уж точно не напишет на пятерку, и хорошо, если бы он вообще на троечку вытянул, правда? Вот как педагоги, они всегда это знают, всегда. Вот, соответственно, кому нужен этот экзамен? Ну, заучим, это мы не берем. Ему нужно самому. Ученик должен сам понять, что он знает и к чему ему расти, правда? Согласны со мной педагоги? Потому что если ему просто ставить оценки, ну вот, просто так, как говорят, за красивые глаза, да, то расти он не будет, не будет, правда? Вот, а если двоечку раз с другой склопочет, то родители или ремешка дадут, или сам все-таки придет к уму, что надо что-то учить. Ну, по крайней мере, это в идеале, да? Точно то же было и в районе. Бог, естественно, знал, что человек пойдет. Естественно, знал, чем это все закончится. И ему не нужен был этот экзамен. Но этот экзамен нужен был самим людям. Видно, что-то пошло не так. Так, было ли теперь последний момент, прежде чем приступить к чтению самих событий, было ли зло в раю? Как вы думаете? Теоретически. Ну, как теоретически? Не было. Не было. А кто-нибудь сможет просто обосновать, почему не было? Что? Понятия не было. Ну, как, почему же не было таких понятий? Уже дьявол пал. Поэтому и люди знали о существовании зла. Они знали о существовании зла. Знали. Но не познали. Но о зле они знали. Соответственно, вопрос очень простой. Было ли зло в раю? Не было. Но знали добра и зла. Да, но это не было. То есть зла в раю, естественно, не было. Естественно. По одной простой причине. Если бы зло было в раю, оно бы рай разрушило. Оно бы его разрушило. Потому что зло или грех, да, оно призвано разрушать. Кроме того, еще одна отсылка. Помните, священное писание. Всякое творение хорошо весьма. Значит, рай создан именно добрым, хорошим. И если мы признаем, что в раю было некое зло, мы себя отошлем к такой древней ереси, которая называется дуализм. Дуализм от латинского двойственный. То есть мы должны будем признать некую параллельную силу, которая сама по себе, без того, как ее допускает к этому Господь, может влиять на события, происходящие в нашей жизни и в жизни рая. А теперь как же появился дьявол в раю? По попущению. По попущению Божьему. Это логично, правда? Ну что ж, теперь начнем чтение. Буду стараться медленно и внятно читать. Читаем книгу «Бытие». Давайте остановимся пару минут и порассуждаем. Для себя на этих словах. Во-первых, змей. Почему змей? Почему вообще под видом какого-то животного? Почему не напрямую? Мудрый змей. Мудрый змей. Искусить. Ну, во-первых, отцы говорят, что змей именно по той причине, чтобы стало ясно, что в раю зла не было. Дьявола как такого в раю не было. Чтобы не было мысли о том, что была некая параллельная сила. Во-вторых, да, ну вы правы, чтобы напрямую не действует никогда дьявол, да? Он действует под каким-то вполне себе благим предлогом, правда? И вот он избирает змея, Господь попускает. И написано в священном писании «Змей был хитрее всех зверей полевых». Но если мы возьмем первоисточники славянского, да, там будет написано «мудрее всех зверей». Это о чем говорит? О том, что, во-первых, естественно, что змей знал о заповеди, которую давал Господь. Во-вторых, у Евы, собственно говоря, должен был возникнуть вопрос. Почему мудрый змей, который знает о заповеди, данной Богом, вдруг задает ей такой вопрос? Правда ли? Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю? Но он же мудрейший, он должен был бы знать. И этот как раз момент должен был смутить Еву. Почему мудрый змей вдруг задает такой, казалось бы, глупый вопрос? А почему змей обращается к жене, к Еве? Почему никогда? Как вы думаете? Ну, один из вариантов говорят, да, что отцы говорят, что Ева, Ева не присутствовала в тот момент, когда Господь давал заповедь Адаму, не ешьте от этого дерева, да. Но я думаю, все-таки, что это был не самый главный момент. Вы так думаете? Ну вот смотрите, об этом говорит Иоанн Златоуз. Да, говорит ли змей? Он не говорит нашим языком. Но если вы вспомните Священное Писание, то вспомните, что Адам, давая имена животным, знал их суть. Понимаете? Знал их суть. Поэтому это могло быть шипение. Все, что угодно. Но так как люди еще понимали суть животного, их идеи, идею животного, да, то они, соответственно, и понимали, вот, как вам сказать, вот взгляд котенка вы видели, да, который хочет есть. Его невозможно ни с чем спутать, правда? Так вот мы даже своим грешным, так сказать, помутневшим разумом и то можем понять, что вот это животное хочет каких-то определенных действий со стороны нас, правда? А они тогда находились, люди, в чистейшем состоянии еще. В чистейшем. И они знали, понимали, так сказать, животных, ну, может, я не знаю, как это правильно выразить, как вот в сказке говорят, да? То есть они знали суть, идею этого животного и через это понимали, о чем идет речь. Да, на мой вопрос, хоть разумные были такие разумные? Насколько разумные? Разумные, что просто... Смотрите, во-первых, смотрите, нет, они не были такие разумные, как человек, естественно. Но мы же говорим здесь о том, что змей, во-первых, хитрее, то есть мудрее остальных животных, а во-вторых, то есть это же искушение. То есть он же не змей говорит, а через как бы змея. Вот змей ползет, а идеи в голове появляются, понимаете? А он же тогда не ходил, а ходил? Он ходил, да, ну я условно говорю, да, он тогда еще ходил, да. А мы сейчас просто должны с вами выявить некоторые моменты, через которые мы должны понять суть грехопадения. И, соответственно, я всегда говорил вам, да, что, зная, как мы пали, отсюда мы как бы и делаем выводы, как нам подниматься. Поэтому мы постепенно вот эти вопросы рассматриваем. Ну и в основном, конечно, мы рассматриваем и отцы, говорят именно о тех вопросах, которые каким-то образом касаются нашего спасения. Ну вот каким образом может касаться вопрос нашего спасения, лазили ли животные по древу добра и зла? Ну нашему спасению это никоим образом не касается. Поэтому отцы как бы на этот вопрос не дают как бы однозначного ответа и не обращают на это внимание. Им как бы все равно, лазали ли они туда или не лазали. Вот. Главное, что как бы это заповедано людям. И люди, как бы приступая эту заповедь, ну, так сказать, каких-то достигают низин, что ли, или высот, наоборот, понимаете? Он и не вошел в него. Он под видом змея говорит. То есть написано, что под видом змея. Он не вошел, он не вселился в него как такового. Вот он под видом змея говорит. Он не превратился в змея. Он, да, он просто, ну, вот, как вам сказать, вот, я всегда вспоминаю вот эту вот замечательную фразу. «Се, стою у двери и стучу, и кто отверзет меня, да, тому войду и буду с ним вечерить». Вот стук за дверью, он всегда слышен. А вот эта форма того, как он превратился, опять же, отцы не говорят об этом. Вот каким образом он там туда, но он не вселился туда точно. Написано и сказано под видом змея. То есть змей был, через змей это все как бы шипение шло, но вселения как такового его не было. Опять же, я могу сказать, что если бы это вселение было, то это можно было бы сразу признать, что это зло, оно уже существует в раю. То есть вот это вот, я всегда говорю, что вот эти события, это стук через дверь, да, «Откройте, пожалуйста». И вот когда человек открывает, тогда гость входит. То есть Бог попустил. Попустил, да. Это был экзамен, который был призван дать людям понять их состояние. И вот сейчас об этом состоянии, собственно говоря, мы и пытаемся разговаривать. Мы говорим сейчас, что вот он начал это все через Еву. Почему? Одна мысль, мысль как бы правильная, то, что она не присутствовала. Но ни в коем случае нельзя говорить, что потому, что Ева была слабее, там, менее умнее, там, и так далее. Но у нее не возникло сомнений никаких, потому что змей как мудрый. Вот именно поэтому у нее и должны были быть возникнут сомнения, что змей как мудрый должен был бы знать, что заповедь должна. А у нее этих сомнений не возникает, не возникает. А вы знаете, может быть, сомнений не заповедь в Божьем? Да нет, давайте будем идти дальше, и мы как бы все поймем, почему у нее сомнения не возникли. А можно сказать, что по неопытности человек столкнулся с этим первый раз? И он не знал, что с этим? Ну, смотрите, как раз-таки по неопытности он должен был бы и понять, что здесь что-то не то. Правда? А как вы понимаете, что что-то здесь не то? Например, если человек приходит в банк оформлять кредит, ему дают, допустим, документы, там, маленьким житом... Смотрите, это не банки, не документы, они... Адам и Ева – единая плоть. Ей, Еве, ну, нет никаких, как бы, необходимостей, я не знаю, даже каких-то там мыслей, да, о том, что Адам может ей соврать. Адам ей говорит, что Господь нам сказал, с этого древа не есть. По какой причине? Потому что смерть, умрете. Мурете, да. Для чего? Потому что это как раз-таки и было то дерево, через которое человек должен был совершенствоваться. Потому что мы говорим, что процесс, любое славление Бога – это процесс. Ну, что должен был Адам? Просто бегать по раю и кричать «Аллилуйя»? Вот ему дано дерево, через которое он, как бы, проявляет свою любовь. Оно, как бы, у всех у нас такое дерево существует, да? Очень хорошо говорить, что я тебя люблю, и подразумевать под этим, что я тебя люблю, как кофе по утрам. Совершенно по-другому говорить, я тебя люблю, и при этом что-то делать для своей любви. Правда? Вот хорошо любить соседа за стенкой, когда он молчит. Очень трудно любить соседа за стенкой, когда он любит громкую музыку, да? Ну, это я утрирую, конечно, понятно. Поэтому Ева знала, и у нее не должно было быть, то есть у нее не было никаких сомнений, что заповедь. У нее и нет этих сомнений. Вот мы видим дальше по тексту, видим, что у нее никаких сомнений нет по этому поводу. Вот смотрите, что она говорит, и сказала, что она змею. «Плоды с деревьев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». То есть у нее нет сомнений, что эта заповедь есть, понимаете? Вот вы говорите, но она должна была бы подумать о том, что мудрый змей, который знал об этой заповеди, почему-то задают эти вопросы. Он забыл, что ли? Но смотрите внимательно, что она говорит. «Только плодов от древа, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». А какая заповедь была настоящая? Какая добавочка здесь Евой сделана? Запрещал он прикасаться Господь? Не запрещал он прикасаться. И вот Ева, знаете, как вот есть такие компромиссы с совестью, да, маленький компромисс с совестью. Вроде ничего плохого не сказала, да, а вот чуть-чуть приврала. Чуть-чуть приврала. Не запрещал Господь им прикасаться к этому дереву. Не ешьте, говорит, от него, чтобы вам не умереть. И вот отцы говорят, что вот этого вот добавления и было достаточно для того, чтобы дьяволу было за что зацепиться. Вот эта маленькая-маленькая ложь явилась таким крючком, за который подцепился дьявол. И что он дальше? Он ей говорит, и сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. А к чему призван человек? К обоженью. Человек признан стать Богом по благодати. А что предлагает ему дьявол, ей дьявол? И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Будете, как боги, говорит змей. Что-нибудь новое в этом есть? Ну, то есть, ничего нового он не предлагает, правда? То есть, Господь человека создал для обожения, для себя. И змей предлагает то же самое. Он говорит, станете, как боги. А Ева, а что ему говорит, увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяв плод его, плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Обращу внимание на два момента. Первое. Ева берет плоды, потому что она не просто хочет обожения. Ей уже бог как бы и не нужен. Она не хочет быть с богом, она хочет быть вместо бога. Вместо бога. То есть, обожение оно давалось самим Господом. Господь призвал людей к обожению. Но Ева поняла, как бы подумала о том, что съев эти плоды, она не просто может обожиться, она может встать вместо бога. Сказка золотой ручей. Хочу быть ладычицей морской. Примерно то же самое, да. И вот смотрите дальше. И увидела жена, что древо хорошо для пищи, оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяв плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Смотрите, как кратенько. И дала мужу своему, и он ел. Не возмутился. Он-то заповедь напрямую от Бога получил. Она принесла. Но это написано было, что это, допустим, плоды с неправильным... Ну, естественно, она принесла и сказала ему об этом. Естественно. Даже если бы она не сказала об этом, то он бы понял это сразу же и покаялся бы. Да, но смотрите, что дальше. Мы посмотрим, что происходит дальше. Но здесь, естественно, понятно, что она дала плоды именно с этого древа, и он понимал, что это плоды из этого древа, но не возмутился. Возвращаемся в пункт номер один. Почему дьявол обращается к Еве? Чтобы ладам было тогда как-то стрелки привезти? Нет. Нет. Это тоже отец Вадим Леонов говорит на эту тему. Это, по сути, его мысль. Почему он обращается к Еве? Да потому что не было дам хозяином в раю. Потому что Ева там хозяйничала. Представляете? Под каблучником дам, грубо говоря, понимаете? Не было дам. Он поэтому и не задает ей никакого вопроса. Вы понимаете, что вот муж дома, глава семьи, приходит жена и говорит, вот тебе плод запретный, съешь. Муж что должен был сказать? Ты что натворила? Кто тебе разрешил его взять? А ну-ка, пойди покайся. Он должен был призвать ее к покаянию. Ты как смело взять его? Почему? Пошли, давай покаемся перед Богом, помолимся вместе. Он берет и ест, потому что он привык к тому, что жена дает. То и хорошо, то и благо для него. Значит, раз она дает это яблоко, говорят, что там не яблоко было, это просто принято рисовать яблоко. Но раз дает она ему этот плод, значит, так оно и должно быть. Значит, так надо. Все, что она делает, так и должно быть. Отец Вадим Леонов так и говорит, что раз так произошло, он просто уже привык к тому, что делает жена, то и благо как бы. Почему? Потому что, опять же, уже отцы говорят, что он, Адам, Еву, любил больше, чем Бога. Больше, чем Бога. И притом, ну, здесь нужно понимать, что есть, так сказать, разные виды любви, да? Вот, то есть, ей он доверял, к ней он привык, прирос больше, чем к Богу. Да, плоти от плоти, как бы, от костей. Плоть от плоти, но это от его плоти, от его костей, да. Но больше, чем Бога. Больше, чем Бога. Хотя они вдвоем были призваны как бы стремиться к своей любви к Богу. То есть, их любовь должна была возрастать именно, так сказать, в любви к Богу. Он ее любил больше, чем Бога. Эта любовь как бы не совсем то понятие любви, да? Он ей доверял, он на нее, так сказать, возлагал все свои, так сказать, заботы и так далее. Ну, там понятно, что забот не было в нашем понимании. То есть, не бегала Ева по раю, да? И не выкорчевывала там пенечки какие-то, не вырывала там какие-то сорнячочки, потому что их там не было просто, этих сорнячков, да? Вот. Ну, все, что она делала, все, что она ему говорила, вот, он ей доверял, он ей, так сказать, любил ее безгранично. Поэтому даже ни чуточки не посомневался, когда она принесла ему этот плод и дала, и он взял его и просто съел. Никак не призвал. Ну, принесла и принесла. Ну, вот, я думаю, что женщинам, наверное, это, так сказать, в большинстве, я думаю, она знакома эта ситуация, да? Когда там приходит муж, ложится на диван, да? Включает футбол, да? Да, там, не знаю. Если муж без ответа не решает вопросы в жизни, но необходимо и важно, это она берет ответственность на себя, а он же не верит. Ну, вот, вот так и было, вот, да. Вот она взяла эту ответственность на себя, а ему вроде как и хорошо. Вот, вот она, где была суть, понимаете? Вот. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Что значит, что они были, узнали, что они были ноги? Они же и до этого были ноги. Они и до этого были ноги. А почему они устыдились? Вот смотрите, все правильно, они устыдились самих себя, потому что до момента грехопадения они были плоть едина. Плоть едина, как вот сейчас в венчании. После грехопадения зло начало это разрушение. И совесть, правильно, как вы сказали, совесть уже, они увидели, что вдруг они ноги. Благодать отошла от них, потому что вошло в них зло. А Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Поэтому, когда они вкусили этот плод, через это вкушение в их плоть, а через плоть и на весь мир стал действовать дьявол. Именно потому, что человек призван своей плотью, своим телом, вот почему человек из плоти, он не просто дух, но не просто душа, но душа и тело в своей совокупности. Потому что через свое тело он должен влиять, и он влияет на окружающий мир. И это, в общем-то, бесспорно. Я бы, хотя бы по примеру того же Серафима Саровского, который кормил животных. И я хочу сказать, что я уже рассказывал вам вот этот пример, когда вот духовный человек, несмотря на то, что он немощный плотью, он влияет на окружающую его среду. Влияет на окружающую среду. Его как-то чувствуешь, да? Через эту плоть меняется все. И вот дьявол, входя в плоть, и стал влиять через это на весь мир. И благодать отошла. И люди ее откинули сами. И через это они увидели, что они наги. Им стало стыдно, хотя им нечего было стыдиться до этого. И они сделали себе опоясание. И услышали голос Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам прячется от всевидящего и всезнающего Бога. А почему? Вот именно по голосу совести. Вот совесть чувствует, что что-то здесь не то, и пытается спрятаться от всевидящего Бога в раю. А рай это место общения с Богом. Прячется между деревьями, под листочками. И что делает Господь? Господь не изгоняет его из рая. Опять же, я обращу внимание на католическое воззрение, которое говорит, что Господь отвернулся от человека, потому как был человеком обижен. Так вот, Господь не отворачивается от него, не отворачивается от человека, он в прохладе рая. Ну, здесь как бы все это написано для того, чтобы Господь создает такое ощущение для человека, что он рядом. Господь рядом. Человек чувствует, что Бог рядом. Он не ходит ножками по раю, Бог, да, в виде там старца какого-то, но человек чувствует его настолько близко и не знает, куда же ему деться от этого, потому что совесть уже заговорила, да. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Ну, чтобы Бог не знал, где он знал. Он призывает человека, призывает, он не отворачивается от него, он призывает его, призывает к покаянию. Призывает к покаянию. Вот. На что Адам ему отвечает? Адам сказал, да? Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева и я ел. Я не виноват. Я не виноват. она мне дала. Вот. То есть, он даже перекладывает вину свою, не кается, да? Он перекладывает свою вину на Бога. Даже не просто на жену. Даже не просто на жену, да? Не просто, вот, она меня искусила, ты нас прости. Я поддался ее искушением, хотя бы так, да? Она меня искусила, я искусился, я виноват, она виновата, прости нас. Да это вообще ты виноват. Ты мне ее дал, она меня искусила, чего ты теперь от меня хочешь? Чего ты ко мне пристаешь теперь с каким-то покаянием, да? И сказал Господь Бог жене, он уже понял, что там, как говорится, каши не сваришь, и сказал Господь Бог жене, что ты это, что ты это сделала? Жена сказала, змея болстил меня и я ела. То есть, она не виновата. Не виновата она. Виноват змей. Она здесь ни при чем. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей и вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Но здесь понятно, когда речь идет о семени жены, речь идет о Пресвятой Богородице. Здесь идет первое обетование Господа о том, что придет Спаситель. О том, что придет Спаситель и что придет Он от Девы, от Пресвятой Богородицы. То есть, от женщин Он придет, не от мужчин. Семя, семень жены, говорит Он, безмужное рождение Спасителя. То есть, семя жены. Он не говорит, что дети рождаются от семени мужа. А здесь написано о семени жены. То есть, это безмужное рождение Спасителя. Но интересно, я обращу внимание еще на один момент. Вот Он говорит, оно будет поражать тебя в голову, а ты, обращаясь к землею. Будешь жалить Его в пяту. Что такое пята? Пятка. Что значит в пяту? Просто потому, что Он ползает по земле, так Он будет жалить в пяту? Или все-таки есть какой-то смысл? Потому что пятка это как на земле, в которой ты можешь отречься. Пяту я не слышал. Пята это наше место, на которое мы соприкасаемся с землей. Место опоры на землю. И вот Амвросий Оптинский говорит замечательную вещь. Он говорит так, нужно жить как колесо. Знаете такое выражение, да? Не быстро, а только одним маленьким маленьким местом соприкасаясь с землей. Как только мы упадем плашмя, будет проще нас разрушать. То есть чем меньше мы соприкасаемся с грехом, о всем вот этом мирском, жизненном, чем меньше мы гонимся за богатствами, за украшениями, за какой-то славой или еще за чем-то, тем меньше мест, в которые змей может нас жалить. А вот когда мы плашмя как колесо лежим обо все это, так вот тогда мест этих, куда жалить нас можно, становится все больше и больше. И поэтому Господь говорит, что будешь жалить его в пяту, в точку опоры вот об это все земное. И наша с вами задача, вот это место жаленья сделать как можно меньше, чтобы как можно меньше возможностей было жалить ему нас. Понятно, да, этот момент? Жене сказал, умножай в ножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему в лечении твое, и он будет господствовать над тобой. Вот обращаю внимание, он будет господствовать над тобой, потому что до этого момента она господствовала над ним, хотя он был призван господствовать над ней, но она господствовала, поэтому Господь еще раз обращает внимание, и он будет господствовать над тобой. А рождение в муках и в болезнях должно было именно напоминать о грехопадении, напоминать о той боли о грехопадении, которая произошла в раю. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, и скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоей будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах как место общения с Богом он больше не нужен, Адам сам прячется от Бога, поэтому рай как место общения с Богом потерял свою актуальность, человек не может больше лицом к лицу воспринимать Бог, он его стыдится как Адам, он прячется от него, поэтому человек вынужден покинуть рай, и теперь он будет все, что он должен, все, что ему необходимо в трудах своих достигать. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих, и дел Господь Бог Адам уж не его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы ни простер, он руки своей, и не взял так же от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. А почему так говорит Господь? И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. А Максим Исповедник, например, говорит, что это саркастическое выражение, как бы сарказмом говорит о том, что ну вот посмотрите, вот он стал, чего он добился. Иоанн Златовус, например, говорит о том, что человек достиг всего, чего он мог достичь, все. Больше от него уже ничего не зависит, пока спаситель не придет, он достиг некого предела, поэтому он стал как бы как Бог, то есть он уже достиг предела. зная добро и зло, он теперь уже познал, то есть он знал о добре и зле, знал, что есть зло, но оно не было частью, он не познал его опытно, а теперь он познал его опытно. И вот тот же отец Вадим Леонов, он говорит, что значит зная добро и зло, теперь человек сам решает, что для него добро, а что для него зло. Любой жизненный пример можно привести, даже примеры нравственности и морали, то, что еще вчера казалось просто невероятным, сегодня человеку кажется вполне естественным. И при этом все это вполне себе обосновано и возведено в рамки приличия. Только приличие оно уже потеряло свои моменты. Человек уже сам через эти компромиссы своей совести он уже сам решает, что для него хорошо, а что для него плохо. И Господь говорит, как бы не взял так же от древа жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Простите, почему Господь боится, что ли, чтобы он не взял эти плоды и не стал жить вечно? Оно было бы бесконечным, чтобы зло не было бесконечным. Так вот, смерть для человека это есть ограничение зла, чтобы человек не грешил бесконечно, как ком. Знаете, если снежок пусти с горки снежной, он превращается в ком, а в результате может превратиться в лавину, которая может нанести очень-очень много вреда. Так вот, и Господь дает человеку смерть не потому, что даже это некое зло, а смерть является ограничением зла. Оно в некотором роде даже благу отцы говорят о нем как о благе. Потому что, опять же, говорят так, что Господь в двух случаях забирает к себе людей. Если человек готов к встрече к Богу, если человек уже никогда не будет готов к встрече к Богу. Вот пока некая потенция к росту есть, движение к Богу, то человек вроде живет. Когда он достигает некого своего максимума, вот тогда происходит то, что происходит. Или наоборот, когда он падает безгранично, и уже становится понятно, что он никогда не поднимется. То есть, смерть – это ограничение зла. Ваши дети умирают. Да, но это промысел, опять же, для чего? Для ограничения зла, чтобы кто-то что-то вокруг понимал. То есть, для самих детей это тоже благо. Для нас благо не прожить удачно эту жизнь. Не купить себе хорошую машину, построить себе шикарный дом с бассейном во дворе, и состариться с кучей деток вокруг себя. Для нас благо – это встреча с Богом. То есть, благо – оно как бы в абсолюте. Благо для нас – это обожение. Мы для этого созданы. А когда умирают дети, они умирают по промыслу Божьему. Промыслу. При этом дети, как бы, они естественно ну как бы умирают и достигают блага, да. А для нас это является неким примером, через которого мы должны что-то постигнуть, о чем-то подумать. Как Ева, когда к ней пришел мудрый змей и задал какой-то вопрос. Нас должны возникнуть вопросы. Вот, что касается смерти детей, какой-то еще смерти, скажем, там, несчастных случаев, они тоже призваны нам задуматься, что вот все, что здесь есть вокруг нас, оно в один момент может прекратиться и ничего из этого мы с собой туда не заберем. Вот, поэтому, как бы, здесь, ну, нужно понимать, что добро, нравственность, мораль, она христианские и, ну, скажем так, общечеловеческие, там, да, они несколько разнятся, потому что вот для нас благо, это, для нас свобода, это свобода от греха, свобода, например, гражданского общества, это свобода в неком политическом, там, ракурсе, да, чтобы был не царь, а парламент, чтобы был не президент, там, я не знаю, премьер-министр, там, или еще какое-то политическое устройство, а для нас свобода не зависит ни от президента, ни от царя, ни от парламента, потому что свобода для нас, христиан, это свобода во Христе, свобода от греха, поэтому это, ну, как бы, несколько разные моменты, и о них, как бы, нужно знать и понимать. И дальше, выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адаму и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. То есть, еще раз хочу напомнить этот момент, что рай становится уже неактуальным, рай есть место общения с Богом, а Адам прячется в раю, прячется от Бога, он его уже стесняется, как это правильно сказать, он уже совесть, голос совести ему не позволяет напрямую смотреть в глаза Божьи, и поэтому он вынужден, то есть, Господь его, как бы, и выселяет из этого рая, поселяя его в те рамки, в те условия, в которых ему будет удобно, в которых человеку становится удобно, удобно именно уже в новом своем амплуа, то есть, это уже не тот человек, который был создан изначально, он уже изменился. О том, как изменился человек, что человек представляет из себя, как относиться к телу человека и так далее, мы будем говорить уже в следующий раз. в следующий раз. Спасибо. Продолжение следует...